Раз, два, три, всем привет! Всем привет, с вами Косичка! Прекрасно, а меня зовут Пашечка! А меня зовут Полиночка! И Натюша! Брау! Сегодня мы на Страна ФМ, и сегодня мы будем общаться именно с вами, поэтому готовьтесь, давайте подключайтесь, берите все свои кружечки, пельмешечки, чипсики, и мы будем с вами общаться, погнали! Или что вы там еще слушаете? Да! А давайте я начну, меня зовут Паша Осипов, у меня 2 миллиона с чем-то подписчиков, это сделано за 2 месяца всего. Вот, я артист, я иллюзионист, у меня свое шоу, я с ним катался по России, вот, и как я вообще попал в ТикТок, так что вот сейчас был коронавирус, вся эта пандемия. И, в общем, у меня все гастроли отменились, и я жил еще с тогда бывшей девушкой, сука, вот, и отлично жили, в общем, на самом деле, мы начали снимать ТикТокчики какие-то тупорылые, вот, а потом подрастались. Я уже более активно начал сам, и вот так вот за 2 месяца как-то набрал 2 миллиона, вот, а когда у меня еще миллиона не было, меня позвали ребятки в ТикТок Хаус, и я приехал. Я из Сибири, я только 2 месяца в Москве. Да, там прям магия конкретно, прям волшебство и чародейство, у меня вообще кольцо есть, и если его снимать, то оно прям обратно на палец напрыгивает. Вот эти глаза, я сам в шоке, вот прям. Вот как-то так, как-то так. Всем привет, меня зовут Полина, в ТикТоке я Шмелова, я снимаю еще с Мюзика Ли, то есть очень-очень давно, знаю многих популярных блогеров, но, к сожалению, я на год забрасывала, поэтому немножко упустила шанс своей прям мега популярности какой-то. У меня 800 тысяч подписчиков, ну, и я снимаю люпсинки, завезла в ТикТок мимику, то есть это все началось с меня, меня раньше хейтили, а сейчас все кортятся на камеру. Русский стандарт. По-моему, это я плаги, а еще Шмелова. Оу, я, Костичка. А меня, меня зовут Костичка, мне 10 годиков, если что. В ТикТоке я, наверное, уже года 4, но тоже как Полина забрасывала. Что еще сказать, не знаю, у меня вайны смешные, очень смешнявки снимаю. Настя? Всем привет, я Настюша, я в ТикТоке совершенно недавно, наверное, месяц где-то так. Я пою с 4 лет, и артистка мюзиклов, играю в кино, снимаюсь, и хочу, чтобы ТикТок помог мне двигать мою музыку, вот, сама пишу песни. Блин, ну наш дом самый огромный. А есть еще какие-то дома? А, постой, так они это. А, я слышал в Америке есть. А, ну, я тоже слышала, да. Но он закрывается. Да, там, по-моему, нет. Не, а мы же открываем в Америке еще. А, ну объективно, нет, я даже не знаю. Все, два наших дома на весь мир. Я просто не знаю еще какие-то дома, чтобы сравнить, как бы, поэтому можно считать, что наш лучший и единственный. Ну, как бы, да, как бы тут выбора нет. С победой. Да даже если был, мне кажется, наш был лучший. Ну, будем за лучших. Да давай наброй лучше. Спасибо. Очень интересная тема про современную музыку, конечно, потому что в самом детстве, в самом детстве, так как мой папа, можно сказать, рокер, он слушал рок, и в меня это вселилось, и я все детство слушал всякий русский рок по типу Сплина, Киша. То есть мой папа космонавт. Ну, мне мама так всегда говорила, поэтому его нету. А у меня даже татуха папы, кстати, на уроке есть, вот. Да. Приблезьте, обязательно. Слушай, у меня татуха папы есть на груди, видно, нет? У меня еще сестра и брат, кстати, есть. Вот тут только. Продолжим диалог про современную музыку. Я слушал очень много русского рока, именно. Потом что-то поменялось, что-то треснуло у меня в голове, и я начал слушать музыку. Тиктокерскую музыку. Когда вселился в тикток, и теперь мой плейлист, ну, совершенно разным образом, ну, типа, переливается из одной стороны музыки в другую. Репчина, поп, вообще все подряд. Я прям меломан жесткий. Все, что мне зайдет, я добавлю 100%. Слушал бухгалтер, мой бухгалтер. Да, вчера у меня настроение было на бухгалтера, чтобы вы понимали. Слушал бухгалтера. Что, потом мне опять треснуло, что-то я начал слушать совершенно новые стили поп-рэпа. Я не знаю, как это назвать. Что-то такое. Что-то конкретное. Я даже не знаю, что назвать. Я знаю, что назвать. Я с детства слушал Короля и Шута, потому что у меня сестра Готи. Такая же фигня. Вот. Да, а потом уже, да-да-да, потом уже появился рэп, типа Витя Ака, там и так далее, к 47, там Нагана. Я подумал, что я тоже крутой, я еще рэп тоже когда писал в 8 лет. Вот. А сейчас я могу очень часто послушать Михаила Круга. Не знаю, у меня есть сборник, 50 песен Михаила Круга. И вот мне, когда рэп надоедает, и я его слушаю много, я включаю Михаила Круга и живу эту жизнь. А я выросла на Высоцком, Чили, Ваенга, Высоцкий. Нет, это музыкант такой очень хороший. Вот. Но потом стала слушать лет 14 Тони Раута. И привет, Тони. Но он всех победил, стал моим отцом ментально. Это, кстати, ее папа, поэтому... Да, это мой папа. Считай, не засохший сперматозой. Сейчас я слушаю тоже Ваенга, Высоцкий, почему нет, но из нового рэпа тоже много всего слушаю. Например, Принца, там у него написано в ВС Эчел, там Принц, прикольно. Ну, всякий рэп мелодичный. А спой что-нибудь, ну, примерно. Да, можешь напеть немного. У нас Настя умеет петь. Не-не-не, спой, Полин. Настя, знаешь Принца? Нет. Ну, она не знает, спой, ты Принца. Ты же знаешь. Давай. Нет, ты не умеешь, Петя на горло болит, ребят. Я в детстве слушала все, что слушала моя сестра. Винс. Сейчас надо посчитать, на сколько лет она у меня старше. Ну, где-то на 7 примерно лет. Мэйфи и Винс. Она слушала Мика Ньютон, Ранетки, там Токио Хотель. Ранетки. Что это, Тимати, вот это самое Ранетки. Ну, да, Ранетки послужит. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Вот, и я брала ее плеер, просто слушала там песни Потапа Настя. Я все песни знала наизусть. О, Потапа Настя. Просто все лето я тащилась от Беля Ильиш. Я могла слушать ее просто вот так, у днями напролет, вот так, по кругу. И все песни я знаю наизусть. По кругу я тоже кругу слушаю. То есть текст я просто могу подпевать ей бесконечно. А сейчас я уже перешла на такую музыку. Меня ребята подсадили на какой-нибудь там рэп, типа лимбы или что-то таково. Да это даже не ребята подсадили, а тикток. Потому что когда слушаешь несколько раз подряд, у тебя она чисто, даже если не нравится, она заедает тебе в голове, потом ты ее добавляешь. Так получается просто. Так работает. Так поем. Я буду сто процентов выпускать много треков, очень классных и очень хорошо сделанных. Не, мне кажется, все не получится. Спасибо большое, брат, за поддержку. Чуть в творческом процессе все. Я вот сейчас рифмы придумываю. Именно сейчас. А и Б сидели на трубе. Придумаю рифмы. Мне очень нравится... Я не знаю, сам он их пишет или нет, ему пишут или ему очень сильно помогают, но у Егора Шипа есть два прикольных трека. Я не помню каких, потому что я его очень давно слушал. Не грустно, у которого песня такая? Да, наверное. Девочка, которая любила весь мир. Нет, нет. Точно нет, это классно. Но там есть... У него очень хорошо спорю дешевые треки. Это очень странно для тиктокера. И очень профессионально, мне кажется. Да. Ну, это ты так мимоходом. А знаешь ли ты такого, как Кирилл Феликс? Слышно, нет? О, да. Самый любимый, наверное. Кирилл Феликс это 100%? Он такался просто в рекомендациях. Да, и вот, по-моему, прям классный парень. Но Архип, он уже больше музыкант, а не тиктокер. Да, он не... Он не тиктокер. Да, из поющих тиктокеров больше всего мне нравится Кирилл Феликс. Да? А вот там до этого можно катнуть. В дружинку. Кат-кат. Ну, допустим, я сейчас слушала песню Егор Крид, Коколёх. Вот, и я думала... Ну, то есть я слушала ее первый раз, и я слушала дома ее. Рядом со мной была мама, и там есть такое не очень хорошее слово. И честно, меня как-то немного так вот опускается все, когда я слышу мат, и когда передо мной мама стоит, я как-то не очень позволяю себе слушать даже музыку такую. И я там делаю громкость потише, потом включаю погромче. Вот. А так, ну, просто он ко мне не пристает, так скажем. Да, а я к мату отношусь отлично, если он, ну, вот не как Костя сейчас, да, а если он вот в нужный момент, к примеру. Вот, иногда он даже украшает. А когда у человека, в принципе, вот, я знаю много таких людей, нету лексикона, и он только общается матом, это некрасиво. Да. А вот мне, к примеру, достаточно слов без этого, и если я вставляю мат, я его вставляю в нужное место. К примеру, смотрите. А, член, залупа, вот это было в точку. А, у Высоцкого, ну, Высоцкий, он такой, он не очень правильный человечек. А вообще я против... Ты тиктокер? Да. Я против мата, потому что у нас сейчас поколение, которое растет, они вообще безбашенные. Я вот наблюдаю, у них вообще башню сносят, и я все свои истории не матерюсь, потому что это ужасный пример. Ребята у нас в доме тоже не матерятся, стараются, девочки особенно, когда нервничают. Вот, а в песне, ну, если он уместен, мат, если он не чересчур пошлый, то можно. Если чересчур пошлый, прям, что противно, что-то не такое себе. Ну, а вот пример, пример матершинного слова. Да я не знаю матершинного слова. Я могу по-литовски сказать мат, блямба. Вот максимум, что я могу. А ты можешь Пашу всегда так называть теперь? Блямба. Это в отличие никнейм, кстати, для типа какого-нибудь музыканта. Лимба. Мне кажется, мы придумали тебе никнейм. Нет, типа лимба, блямба. У папы сестра уехала в 16 лет в Литву, и мы иногда гостили ее. И когда она уезжала, она ругалась матом по-литовски. Да, давайте я начну про образование буквально пару слов. У меня всего 8 классов, я ушел после 8-го. Но я пошел еще раньше, честно говоря. Я считаю, что образование, если тебе хочется учиться, ты считаешь, что тебе это нужно, учитесь, конечно, но если вам этого не хочется, то смысла сидеть там в школах и еще где-то нет. Если вы, допустим, еще в школьном возрасте нашли себя в творчестве, там в чем-то другом у вас это классно получается, то тоже смысла нет. Опять же, если вам это не охота, а если охота, то учитесь, конечно, то все как бы вам пригодится. Я в 14 лет съехал от мамы, да плохо на самом-то деле. Относились плохо. Ужасно, не знаю. Ужасно. Я ушел после 8-го класса и съехал от мамы, там что-то какие-то первые копейки зарабатывал, там мне в Сибири хватало 7 тысяч на то, чтобы снять квартиру и еще кушать. Поначалу ужасно относилась мама, ну и там все родственники, потом просто начал потихоньку зарабатывать, там, ну типа пошли деньги, на которые можно жить уже. И, ну, нормально. Ну, мне до сих пор мама говорит постоянно, что, Паша, чем ты там занимаешься вообще в своем ТикТоке, когда будет диплом, вообще, может быть, получишь хоть что-то. У меня же даже никакой бумажки из школы нет. Я, например, закончила 11 классов, училась в Англии, много-много всяких курсов, репетиторов. Ну и не скажешь, что у нас какой-то разный уровень, и у него там, например, речь хуже поставлена. То есть реально он, как вот сказал, типа если человек хочет, учись. Не хочешь, уверен, не учись. Ты можешь учиться не в школе, ты можешь развиваться, саморазвиваться там в интернете. То есть в интернете даже лучше, потому что ты ищешь именно ту информацию, которая тебе нужна. А в школе тебе много информации просто не нужна. Ты просто сидишь и тратишь время. Вот. Я закончила 11 классов, в университет не пошла, потому что не хочу тратить время пока что. Но университет нужно закончить, потому что это статус, это уровень. И вот просто для себя, для красоты, можно так сказать, можно закончить универ. На актерское хочу. Ну, я чего хочу сказать. То, что вот индивидуально, вот у Паши, это реально единичный случай, когда можно уходить после 8 класса. Я вот топлю за то, чтобы вы все учились до 11, и даже лучше всего в универ даже пошли. Потому что, потому что я это обоснул, конечно же. Очень много сейчас в нашем мире, ну, людей реально глупеньких. Вот Паша не из тех людей. Он сразу в 8 классе, или даже раньше, уже знал, что он будет делать в жизни, куда пойдет, как будет зарабатывать. И поэтому он ушел. Если у вас нету такого, ну, не будет стабильного заработка, ну, когда вы уйдете, вы не сможете себя обеспечивать. Это смысл. Будете сидеть просто на шее у мамы до какого-то момента, ну, потом просто можете изогнуться. Ну, типа, это вам решать, как вы хотите, зарабатывать нет. Но лучше, мне кажется, не уходить, если у вас нету кузовка. Не, конечно, Костя прав. Если вы решили уйти там из школы, из университета и бездельничать, то как бы лучше учитесь тогда. А мне 10 лет. Я, получается, в каком? В 5 классе. Я пошел в высшее заведение, только чтобы не идти в армию. Вот что я могу сказать теперь Насте. Я числюсь. И, возможно, скоро я числюсь. Ну, как бы из-за того, что я этот код сходил, например, только один раз на свои пары, мне каждый день пишут, когда ты придешь, когда ты придешь. Уже все подряд. Каждый человек в школе. В мире. В моей школе. Да, я сейчас в 11 классе. На самом деле, вот до того, как я знакомилась с ребятами, я хорошо относилась к учебе. Я шла в школу с огромной радостью, потому что там было общение с моими сверстниками. Хотя всю свою, как бы, сознательную жизнь, я с 4 лет пою, и с 10 лет у меня уже трудовая книжка, я работаю. Я работаю в основном со взрослыми людьми, и у меня общение только с ними. И когда я прихожу в школу, я просто расслабляюсь, мои мозги отключаются, потому что мне не нужно подставиться под уровень взрослых в общении. Вот. И мне это нравилось. В общем, я хорошо училась, и учусь сейчас хорошо, иду на красный диплом. Хочу поступать в МГУ, на факультет телевидения. Вот. Там надо историю и литературу сдавать. Правда, я ничего не учу, ничего не знаю, но так вот, на уровне 10 класса еще да. Просто сейчас еще не начинала учиться. Ну, я не очень хочу учиться. Теперь. Теперь. Именно сейчас она. До 10 класса, конца 10 класса я очень хотела учиться, я прям хотела красный диплом, хотела поступить в институт, все как правильно. Сейчас я поняла, что в жизни есть много других радостей, просто я не хочу терять время на учебу, вот. Да нет, Настя у нас самая такая, на самом-то деле, наверное, из всех участников, такая прям хорошенькая-хорошенькая. Хорошенькая-хорошенькая. Я думаю, да учится, куда она денется. Уже надоело смотреть тикток, ничего нового, ничего интересного, ничего познавательного. Кроме нас, конечно, да. Кроме нас. Кроме нас. Там нет. И реально иногда даже не хочется сидеть в телефоне, хочется просто вот хотя бы полежать и в потолок посмотреть, потому что ужасно устаешь от экрана, от яркости, потому что ты целый день в телефоне. Попробую понизить. Целый день снимаешь, да, почему-то не снял. Мы уделяем внимание всем соцсетям. И даже Ютубу. Да, и скоро у нас запускается Ютуб, и вчера мы сняли с таком офигенно спецвыпуске. Да, у нас очень мощный продакшн, который делает, в принципе, все топовые Ютуб-шоу, нам получилось с ними, и вот они с нами работают, будет классно. Мы уже три выпуска сняли, кстати. Круто. Вот по поводу тиктока, кстати, я могу сказать то, что я вот смотрю каждый день. Я каждый день ищу какие-то идеи себе, чтобы их как-то переделать, доделать, найти что-то новое, чтобы в голове там что-то это уложилось, и потом это всплыло в какой-то новый совершенно формат. У тебя работало? Да. Просто чисто рекомендации серфить, это как будто бы, знаешь, в никуда, там типа 1%, что у тебя найдется идея, 99%, что ты просто позалипаешь, и отложишь телефон. Да, да, да. Можно точечно заходить к каким-то чувакам, у которых классные идеи смотреть, не только чтобы сидеть в рекомендациях, блин, там больше простоты. Да это скорее как уже как отдых. Типа ты листаешь, листаешь, увидел шутку, ну, для меня, я так вот снимаю про шутки всякие. Увидел шутку, переделал ее, доделал, проработал под себя и все. Хейтеров. Блин, да раньше у меня было очень много... А в тиктоке, мне кажется, нет хитов. Раньше у меня было очень много хейтеров, а сейчас такие комментарии очень часто, типа, где актив? Типа, а вы живы? Типа вот. Может, люди не понимают, что у каждого блогера, ну, не все видосы залетают, некоторые могут вообще набрать чуть-чуть просмотров и сразу пишут, а вы живы? А вы живы? А что с активом? Да. Ну, раньше у меня было много хейтеров из-за того, что я рожи скривляла за мимики. Прикольно. У меня вообще нет ни одного хейтера. Да я, в принципе, в тиктоке их не встречаю. Я первый. Я вторая. Паша самый лучший и самый классный. Я первый его хейтер. Залететь в тикток очень легко, на самом деле. Как-то залететь, это Паша вам рассказывает уже на отдельном сеансе с ним, потому что он у нас врач-доктор по залетанию. Залететь в тикток можно, на самом деле, очень легко. Надо просто знать, какой контент ты хочешь сделать. Делать его постоянно и много. И все. И желательно, качественно. Это прям огромный бонус будет. Я думаю, да, не так легко, потому что знать, что нужно делать, это видение, которое формируется прям только со временем. Только со временем. Поначалу ты вообще не будешь понимать, что делать. Я могу дать совет, на самом деле, вот как зайти в тикток 100%. Ты просто берешь очень завирусившееся видео, переснимаешь его один в один, желательно лучше, чтобы оно у тебя получилось. И в целом, вероятность, что оно залезет в рекомендации, ну очень большая. Ну, поначалу я бы советовал делать всем только так. Зачем изобретать велосипед? Вы будете что-то придумывать никуда, скорее всего, потому что вы еще не понимаете, что нужно для этой площадки. Вот. Лучше покопируйте, там, 20 роликов, не знаю. Потом, потом свое, оно уже само придет, вы научитесь придумывать то, что именно нужно вот тут. А поначалу, не знаю, я бы советовал копировать топовые ролики. Меня. Как Полину. Ну да, копировать топовые ролики, чтобы, ну, типа, научиться делать хорошо, а потом, ну да, типа, найти себя, а потом уже делать что-то свое. Я думаю, так все начинали, так все и будут делать, и это никакого не отключено. А я изобрела велосипед. Да, не все тут начинают. Ну, это правильно. Ладно, я еще просто с Мизикли, там вообще ничего не было, кроме вот такого вот. На самом деле, про деньги, это очень классная история. У меня очень их много, потому что, наверное, до ТикТока, нет, до... Я раньше, кстати, был руферсом, руферсом занимался. У меня очень много денег, я был руферсом. Не-не-не, это так, предыстория так, небольшая. Вот до этого момента у меня вообще, можно сказать, не было, ну, я вообще не из богатой семьи, прям совершенно. Мама работала на двух работах, папа вообще не работал в какие-то моменты, вот, и бабушка работала, и денег вообще почти не хватало, вот, и до руферства, до какого-то там знакомства у меня денег вообще не было, потом в какой-то момент они были, потом опять исчезли, потом появился тикток, с каким-то нарастанием они начали как-то появляться, и вот так вот все прошло. Я хочу себе трехкомнатную или трехэтажную, трехэтажный пентхаус какой-нибудь в центре Москвы, вот мы и живем. На самом деле, это очень круто, и обязательно в центре, или рядом с центром, потому что в других местах это вообще неудобно. Сколько мне нужно денег в месяц для комфортного проживания? Нет, для комфортного проживания там, блин, оно варьируется даже до, там, миллиардов рублей. Не, но минимум для комфортного, я думаю, можно в 150 уложиться даже. Прекрасно. Нет, если прям, ну, неплохо, ну, это такой минимальный комфорт, а если прям комфорт, ну, где-то 500, это будет, ну, прям супер. Мне для комфортного проживания сейчас хватит и тысячи рублей, потому что я не плачу за арену. А если бы я жил отдельно, вот я жил там с 14 лет отдельно, у меня, ну, одинаково, наверное, из одинакового семейства с Костей, там было такое, что у нас там с мамой там кушать, ну, там была просто кашка, вот и все. то есть не было денег, особо совсем, я уходил из дома там 14, не потому что мне там как бы взбрело в голову, что я хочу быть еще лучше, еще класснее, нет, я уходил, чтобы зарабатывать денег просто, как бы, чтобы помогать маме, чтобы самому жить как-то получше, да. Ну, не знаю, мне в Сибири хватало, вот, допустим, там 20 тысяч рублей, я дала там 13 из них за квартиру, но это уже, вот в последнее время, когда я уже начал зарабатывать, там ездить со своими концертами и так далее, там на 7 тысяч кушал, и, наверное, 4 из них кушал сам, и на 3 накормливал женщин, вот, не особо, я вкладывался, конечно, в них получается, ладно, не суть, вот, не знаю, у меня вообще настроение не зависит от того, вот, есть у меня деньги или нет у меня денег, мне абсолютно попит, если вы чувствуете одинаково и так, и так, у меня есть какие-то цели, для которых мне там нужны какие-то деньги, а какой-то суммы, которую я хочу, у меня было в кормонии, я был счастлив, не знаю, мне вообще все равно, я более того, я больше работаю, когда у меня нет денег, ну, типа, вот у меня нет денег, я буду работать больше, когда у меня все классно и так далее, я вообще это не люблю, ну, мне как бы не дофига мотивации работать. У меня мнение такое же, как у Паши, то есть я без денег себя даже лучше чувствую, чем с деньгами, и так как мы сейчас живем в доме, вообще деньги не нужны, и когда у тебя их нет, соответственно, ты больше работаешь, вот, ну, есть мечта у меня, это, конный спорт, это собственная лошадь, я могу стать твоей лошадкой, а я твоим жеребцом, я конный спорт у нас 8 лет занимаюсь джигитовкой, стрельбой из лука, и поэтому хочу иметь джигитовкой, да, джигитовка, да, все же знают, что такое, обожаю джигитовку, джигитовка, ну, загуглите джигитами, что-то связано, что они делают, ну, это всякие трюки на на шедях, я думал, это содержание кавказцев, вот, ну, соответственно, хочу накопить на это, ну, и деньги нужны еще, чтобы помогать родным, вдруг, если, там, какая-то неприятная ситуация, или кто-то заболеет, вот, деньги нужны для этого, да, прикольно, я, кстати, интересовался вот конным спортом, и так далее, я слышал, что это супер дорого, я всегда хотел показать, это очень дорого, и заниматься им дорого, и ухаживать еще дороже за лошадью, да, я смотрю всяких там чичваркиных, и так далее, всяких, ну, не всяких, само собой, вот, и они занимаются, там, полы, и так далее, и так далее, блин, и говорят, что даже им это супер дорого выходит, ну, у тебя большие, кажется, спективы, цели, амбиции. А я просто, когда в детстве спрашивал у мамы, или у бабушки, типа, когда хотел покататься на лошадке, сколько стоит лошадь, она сказала, там, больше миллиона, и я больше никогда не спрашивал о лошадях, совершенно никогда, я просто даже не интересовался больше этим никогда, после вот этого. Типа так было? Да. Не, лошадь можно и за 200 тысяч купить, но, смотря какую, если без породы, просто картошку копать, 200 тысяч тоже хватит, а если прямо, чтобы заниматься, то там даже миллион. у всех же в России есть 200 тысяч на лошадь. Ты только что сказал, что тебе 150, наверное, что-то там, да, у меня вообще с деньгами очень интересная история получалась, потому что, я не знаю, как это объяснить, но, когда у меня появляются деньги, и я чувствую их, и я как бы не то, что вытрачу их впустую, я вкладываю их в какое-то дело, и не смысл того, что я потратила, у меня их больше нет, а смысл того, что я их потратила, и потом у меня их будет больше, и они реально приходят. То есть, когда я трачу просто вот так, вот я потратила, и они как-то сами собой появляются, я не знаю, как это происходит, точнее, я знаю, как это происходит, но я не знаю, как это происходит, в плане, что в нашей семье не так много денег, и в основном я зарабатываю, я зарабатываю, я кормлю маму, себя, вот, потому что папа от нас ушел, вот, и он оплачивает только образование, и, в общем-то, вот так вот. Но, сколько денег мне нужно для комфортной жизни, это, скорее всего, больше из них будет входить на образование, потому что я просто, не то, чтобы хочу, да, этим заниматься, но просто для галочки образования, да, это все-таки нужно, это очень много, сейчас репетиторы очень дорого стоят, и я думаю, что 1060 у меня точно вместе уходят на репетиторов, это математика, английский, литература, история, общество, знания, русский, вот, а еще я в аккаунт занимаюсь, поэтому это очень много, и, конечно, хочется баловать себя, я свою первую зарплату я потратила, купила себе и маме телефон, и мне очень нравится не то, чтобы просто что-то покупать, а именно дарить человеку, то есть я бы вполне могла потратить все деньги просто подарить ребятам что-нибудь. Подари мне свою любовь. Я не забирала. Никто ничего не услышал. У меня с самого детства вообще было много друзей, ко мне все тянулись, все со мной общались, со мной всегда было интересно, и очень много было, конечно, завистников, потому что все-таки, если вот я русские народные пела, и когда мы в списке видели мое имя, можно было уже не стараться в принципе на конкурсе, потому что, ну, всегда я получала первые места, и меня уже готовы были брать во все институты, и во всех институтах знают меня как народницу. Было очень много завистливых людей, и я не обращала на это внимания, потому что я просто не понимала этой зависти, и мне кажется, я никогда не завидовала этой жизни никому. И в этой жизни я старалась выбирать людей, которые где-то даже эгоистичные, потому что чаще всего такие люди эмоциональные, они очень завистливые, но эгоизм — это не всегда плохо. Есть просто холодные люди, которые, ну, как бы, умеют подстраиваться по человеку, и почему бы не общаться с такими людьми. У меня есть подруга, она сейчас учится в Бауменке, она очень умная, она знает физику, математику, мне просто с ней интересно. Она может говорить, там, разговаривать про космос, и мне интересно получать такую информацию, потому что сама бы я это не прочитала, потому что мне просто немного лень. А сейчас, да, я общалась в основном только с ней, у меня была одна подруга, со всеми я общалась, ну, просто так, хорошие люди, привет. Вот. И сейчас я пришла в дом, я общаюсь с ребятами, и я уже даже не вспоминаю про тех друзей, простите меня, пожалуйста. Тоже даже не вспоминаю про тех, но очень медиапазнение. Вот. Ну, я просто думала, что я больше не найду друзей в этой жизни, и я не понимала, как я могу найти друзей в таком возрасте и рассказать им что-то, что было до меня, они не знали меня до этого, как я могу им это рассказать, с кем-то поделиться. А сейчас я просто пришла к ребятам и поняла, что это вообще реально мне очень важно. Ты пробовала Баду? Что он сказал? Баду. Там можно найти и друзей. Друзей, которые будут с тобой проводить ночью напролёт. Да. И можно выставить всё, что угодно. Ну, просто я думала, что настоящие друзья, они всё-таки с детства как-то должны к тебе притягиваться, и как-то они должны вместе с тобой проживать жизнь. Ну, вот, месяц назад всё мои вот эти вот стереотипы, они переломились полностью, потому что я поняла, что в этом доме у меня вполне могут быть новые настоящие друзья. Сейчас минутка пессимизма. Настоящих друзей из не родственников не бывает. Не бывает, конечно. Настоящий друг может быть только мама, папа и родные, потому что никто, как они тебя не поймут. Соответственно, как бы, вот я не гналась всегда за людьми. У меня, все меня кидали, все меня использовали, все меня завидовали. Да, когда общающий человек все меня обманывали, что сказать, что не сказать. Всё равно есть какие-то. Меня обманывали на большие суммы, до судов доходило, друзья. Всё тянем? Нет, друзья. Какие они друзья? И поэтому вот те ребята, которые рядом со мной живут в доме, я их считаю не лучшими друзьями, но друзьями. Я им доверяю. Но в дружбу, как таковую, я не верю, потому что мне кажется, как человека, меня понять сможет не каждый. И вот на данный момент меня более-менее понимает только моя мама. Всё. Я её мама. Он думает, хей, дяди. Да, у меня про друзей вообще странная ситуация. Ну, как бы она не странная. Вот те друзья, которые были прям друзьями прям там с шести лет, я думал, что они будут на всю жизнь, ну, реально, это прям были супер... Да, наверное, там один человек, может два. Они все вот остались где-то там, ну, типа, я начал развиваться, что-то делать, а они не начали. Ну, то есть, у них там сейчас посидеть в подъезде, что-то покурить классное. и сейчас я с ними встречаюсь... Нет, классное. Ну, для них это классно. Само собой, это не классно. И сейчас, когда я с ними вижусь, ну, с большинством друзей, которые там были ещё там, не знаю, 4-3 года назад, я не понимаю, о чём с ними говорить. Это не потому, что я как-то там зазнался и так далее. Я рад с ними всегда пообщаться, но там, типа, темы а-ля, а может быть, как бы, выпьем там, а может быть, то это... Ну, типа, мне они непонятны, эти ребятки уже, к сожалению, вот. Для меня сейчас, наверное, ну, вот, так как я в Москве всего там полтора месяца, вот, для меня, друзья, вот, Костичку, я вообще обожаю. У нас с ним супер дружба на самом-то деле, вот, ты первый человек, с тобой в хаосе прям начали, прям, да. У меня, я бы не сказал, что всё прям отлично, но таковы и есть. Мы с Костей дружим уже 3 года? Да, у меня... Могу? Мне кажется, с самого начала моего пути в ТикТоке, вот, я познакомился, ну, из всего нашего хаоса, это с первой, наверное, Полиной. Да, со мной. Потом так с Ладом. Нет, с Ладом очень поздно познакомился. А, ну, со мной. Типа в 9 вечера. А кто там, а кто там ещё? Всё. Ну, да. Я лилер, Алекс Живкох. Я с Полиной, да, познакомился с первой из нашего хаоса в начале своего пути ТикТокера. Не знаю, у нас в хаосе из-за того, что пришли много новых участников, образовался такой коллектив из старых участников, который прям сблизил. Дедовщина? Нет, дедовщина. у нас нет никакого дедовщины. У нас нету дедушек. Да, зачем нам дедушки, как говорится? Да, это же ТикТок. Лучшие друзья у меня есть. Они даже из разных городов. Есть из Москвы, есть... А есть из Москвы? Есть из Москвы, есть из Барнаула, даже из Новосиба. Есть из многих городов. Есть и ТикТокеры, есть и Руферы, есть и... Очень хорошая у меня есть способность, то, что я по людям вижу... Ну, вот пообщаешься с человеком минуту, можно даже не общаться, посмотреть, как он общается. И сразу понятно, что у человека в голове, какая у него душа, плохой он, хороший, надо с ним общаться, не надо, вот. И это очень крутая у меня способность, так как я, ну, не подпускаю к себе этих... таких людей, да, вот как признать Баша. На самом деле, это шутка. Да, мне тоже очень понравилась девушка, которая сейчас ведет у нас. Нет, это она мне понравилась. Нет, она мне понравилась. Она мне понравилась. Ко мне или к тебе? Ко мне, мы... Ко мне, мы идем. Нет. Я на первом этаже, для тебя сложно идти, на третьем. И что, я с ним Надо просто спросить, спорт любит, а не любит спорт? А какая разница? Ну, на третью или на первую? Если не любит, знаешь, на первую. Если не любит, знаешь, на третью. У меня там на первую такой спорт будет. Давай похвастаемся прессом. Давай. Ты первая. Нет. Да у меня была девушка, ну из именно прям отношений, для меня отношения, это когда вы живете вместе. У меня была девушка, мы с ней жили полтора года. Так у тебя в доме много девушек, значит у нас у всех отношений? Да, мы все живем вместе. Да, вот, мы жили с ней полтора года, классно, прикольно. Мы расстались, кстати, знаешь, из-за чего классная была девушка. Я до сих пор люблю ее, вот, уже как друга. Вот, из-за того, что, ну вот ей было 24, а мне было на тот момент 18. Мне вообще не нравится на самом-то деле девушке, до 23 не нравится. Вот. Вот. Да не, не переживайте, вас бы я... Позже. 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 И просто мы уже полтора года пожили и она мне говорит, типа, ну, уже классно было предложение, там может быть что-то еще. А я... А она классная прям была в смысле. Да. Вот. А она была великолепная, и на какое-то время я даже подумал, нужны ли мне эти отношения или нет. На какое-то время я даже задумался, ну так, окей, в 19 буду молодым отцом. Потом подумал, нет, хуйня. И решил, что все-таки надо это прекратить. Ну и все, и начал ТикТок вести, и все. Я, кстати, в депрессии начал ТикТок вести, мне просто что-то грустно было. Ну вот мы расстались, и я на следующие дни начал, от того, что мне грустненько было. А он как-то так резко стрельнул куда-то, потом так все в жизни поменялось, что уже весело стало. Вот, как-то так. А сейчас я никаких отношений не хочу. Только со мной. Не знаю. Но он девственник, да, если кто-то еще не понял. Ну ладно, на самом деле. Блин, да нет, почему? Каждый человек это какой-то маленький жизненный опыт, и каждый человек делает... Маленький жизненный опыт, какие-то были опыты. Ну или большой жизненный опыт. Каждый делает тебя сильнее и... У меня большой. Ну, и учит тебя жить, в принципе. Я не считаю кого-то там козлом, не козлом, просто кто-то мой человек, кто-то не мой человек. Ну, видимо, пока все не мои. И все маленькие опыты. Да, все маленькие опыты. Вот, так отношения, серьезные отношения у меня были только одни. Мы до сих пор живем в одном доме, но мы уже не встречаемся. Они уже несколько лет живут в одной квартире, потом в одном доме. И мне девочка из толпы, ну, берет микрофон ее на сцене и задает вопрос, что у тебя с Владом? А мы постоянно то встречаемся, то расстаемся, то... Уже у всех просто мозги кипят, никто вообще не понимает, что происходит. Ну, соответственно, мы тоже не понимаем, что происходит. Нет, сладко. Ну, где тиктокеры и их подписчики собираются. Да, у нас даже в хаосе никто не понимает, что у них происходит на самом-то деле. Они постоянно веселятся, потом ругаются, потом любят друг друга ночью. Потом я собираю вещи, уезжаю. Вот у них, да, у них как-то так. Они говорят, что это уже длится несколько лет. Да, там уже ящерицы, кузнечики какие-то появляются. В общем, у нас что-то, да. И прикиньте, в шкафах сверчки, это их для создания атмосферы. Да, они себе купили ящерицу недавно, чтобы вы понимали. Такая атмосфера. Турецкая ночь. Я абсолютно невлюбчивый человек. Да, конечно. Да, уж ладно. Я невлюбчивый человек. На самом деле, я очень... А как, что мы с Пашей? Я очень такая, полуоднокровная к людям. Змея. Нет, я не... Нет. Если я вижу чувство человека, я не отрицаю. То есть я не против, в принципе. Но я же не могу быть просто такой доступной. Ну, я же девочка, правильно? Не я. Паша, тебе намек. Нет. Да я понял это. Я просто... Просто я еще не встречала таких людей, которые... Я видела, что они любят друг друга искренне. Ну, то есть я не видела еще такого. И, в принципе, я-то не против, но... Мама. Ну, типа, как пойдет. Какая мама? Мама против. Какая мама? Моя. Ну, не знаю. Я просто как-то отношусь. Если пойдет, то пойдет. Если нет, то... Да все, пойдет. Если нет, то буду с сорока кошками жить. Не знаю. Я верю в любовь. Мне было суперклассно в отношениях. Вот суперклассно. Мне готовили кушать. А еще обнимали. Ну, да. Именно это и есть. Гладили рубашки. Не, реально классно. Вот когда классно. Во мне не было не классных отношений. Ну, что ж. Самая сладенькая, наконец, получается. Вот. Я вот тоже... Самая сладенькая, наконец-то, и девушкам гуляли. Короче. Я вот тоже придерживаюсь такого, что отношения самые классные. Это когда живешь вместе. У меня таких было... Сейчас. Одни и сейчас. В одних мне было реально очень круто. Да-да-да. Потом по какой-то глупости моей наивной детской... Прикиньте, в 13 лет я жил один с девушкой просто. Расстался просто по моей глупости, потому что подумал, да я же крутой. И сейчас... Ну, типа, прошел достаточно большой перерыв между этим. Достаточно много девушек прошло за этот период. И сейчас самую прекрасную, походу, встречу. Ту, которую ждал. Хочешь, я спалю? Давай намек. Нет. Без намеков. Она повторимая. Повторимая. Она повторимая. Это классный намек, на самом деле, Полина дала. Никто не догадается, но... Там вообще никто не... Нет. Никто не помер. Никто не помер. Вообще никто не помер, надеюсь. Нет. Вот. Пока не начались всякие вот эти мероприятия, у нас на прошлой неделе их было очень много. Ну, там, естественно, мы допоздна съемками занимались и этими мероприятиями. До этого момента мы с Пашей каждое утро вставали и занимались спортом, чтобы мы были красивые, бисексуальные, привлекательные. Вот. И у меня даже пресс появляется. И это очень круто, на самом деле. Потому что после того, как я ушел с кадетского корпуса и начал кушать все подряд, он у меня исчез. И вот, наконец-то, я набавляю свою форму. А что еще хочу добавить? Это хочу себе сделать татуировку. На всю руку и на шею. Вот. А к пластическим операциям отношусь, ну, так себе. Типа то, что Бог дал. Я, во-первых, считаю то, что все красивые, все люди. Каждый человек. Могично. Потому что, ну, вот, кому-то нравится черный цвет, кому-то белый. Точно так же может понравиться кому-то этот человек, кому-то другой, а кому-то наоборот. И кто-то считает, кто себя считает некрасивым, но я считаю, что это полнейший бред и тупость, на самом деле. Ну... Как говорится, каждому человеку, по каждому человеку. Не буду рыгаться. Вот. Ну, вы поняли. Ну, да, конечно. Ну, кто-то комплексует и так далее. Я тоже против, конечно, этого. Не знаю, в Москву приехал, в общем, проколол себе ухо. Вот. Здравствуйте, Москва. Мне до сих пор пишут, ну, каждый день, что я гей. Ну, вот. Ребята из Сибири, что если я приеду... Ну, вот так бы я там не ходил, в смысле. Вот я купил штаны с радугой, и очень вряд ли я бы пошел там вот так и вот так. Очень вряд ли. Ну, перебью. Я вот ездил к лучшему другу на день рождения в Барнаул, в Горно-Алтайск, там рядом с Барнаулом. Приехал у меня... Ну, вот я только-только-только-только сделал себе проколы. Это было год назад на ушах. Только сделал. У меня был накрашен маник, там я просто делал его для фотосессии какой-то. И приехал, а там, ну, там серьезные дядюшки на день рождения, батя моего друга. И вдруг меня очень-очень попросил снять эти сережки, смыть ногти, потому что, ну, там, ну, совершенно другие какие-то моральные устои. То есть меня могли бы даже, наверное, не пустить на день рождения из-за этого. Ну, это в лучшем случае. Да, это в лучшем случае, чтобы вы понимали. Не, я в своем городе, я снова Кузнецкая, я бы так там бы не ходил, точно. Вот, так у меня есть татуировка, я в 14 лет ее набил, и до сих пор я не жалею, и думаю, что я не пожалею, не хуже. Написано «Живи, как тебе нравится». Я тогда работал еще художником до фокусов. Ну, я фокусами занимался, нас дорабатывал с того, что я рисовал портреты на заказ людей. И она в таком хаотичном стиле. Не знаю, я согласен с этой правдой. Да, татуировки, если набивать, то надо знать, что ты хочешь набить и не жалеть. Со смыслом? Ну да, нет, даже можно не со смыслом, просто если ты уверен, что через 20 лет ты будешь наслаждаться этой татуировкой, то окей. Я вот просто набил, я не так жалею сейчас, вы бы знали просто. Я набил, ну подумал, блин, это очень крутая вещь. Нет, ребята, лучше подумать сто раз, лучше реально подумать, вот это не пустые слова, реально. А что вы понимали, у него там шприц наркоманский с кровью. Нет, он шутит. Там просто лепесточки. Да, отлично, если он на интимных местах. Если перебор, это некрасиво, если это все умеренно и красиво, почему нет? Если человеку нравится, то его право выложить. Ну да, важно, чтобы из-за этих татуировок особо женственность не потерялась. Мне не понравится девочка, у которой купола, и вот тут скорпион. Вы не покрите. Вот. Не знаю, у меня было много девушек с татуировками, прикольно, классно. В 17 лет у меня был такой переломный момент, и я решила себе... Единственное. Меня. Я решила как-то себе сделать такую штуку, которая будет меня всегда держать на плаву, и когда мне очень-очень плохо, чтобы я не ломалась. Есть такая старая-старая японская цитата. «Гибкую игру, ветер не сломает». И я себе набила эту фразу на совершенно невидное место, на ребра. И с 17 лет она до сих пор со мной, я о ней никогда не жалела. Прям такой заряд очень мощной энергии она дает. И я всегда даже в самых трудных ситуациях не ломаюсь. И еще недавно я набила татуировку, очень красивую, вот здесь вот. Поможешь показать, пожалуйста? А почему вы не видели? Не знаю, там цветы очень красивые. Ну, то есть я себя не испортила, считаю, очень красиво сделала, все с умом. Главное с умом, главное хороший мастер, и не жалеть на это деньги. Ко всему с умом подхожу. Я сама художник, у меня красный диплом по школе искусств. И, конечно же, я очень тщательно выбираю, как это будет выглядеть, как это будет сочетаться между собой, чтобы красиво было. Пластики, блин, нет, я против этого, потому что у тебя могут начаться проблемы со здоровьем. То, что вот вам дали ваши родители, оно должно таким быть. Руку убрал. Вот, то есть естественность – это красиво. Всегда. Я не сказать, чтобы против татуировок или что-то типа того. В какой-то мере меня это даже, может, привлекает, когда на людях есть татуировки. Но себе я бы никогда не набила татуировку. Реально? А почему? Ага, ну-ка. Вот, никогда бы не набила, потому что не хочу ни о чем жалеть в своей жизни. И, в принципе, ни о чем никогда не жалею. И к пластике я отношусь плохо, потому что это да, это… Это пластика, это не эко. В смысле, а почему пластик? Из него можно сделать много всего. Ну да. К пластическим операциям я отношусь плохо, потому что все-таки это наркоз. Я слышала, читала, что на год жизнь твоя укорачивается, что-то такое. Ну, в общем, у меня свои там какие-то стереотипы. Я не сказать, что за и не сказать, что против. Но губы же не под наркозом делают. И грудь. Ну, все равно. Я не считаю, что естественность – это всегда красиво. С самого детства и, в принципе, я, знаете, я верю в городскопы, в нумерологию, все такое. И, в принципе, я даже знаю, что у меня расписана вся жизнь. И я сейчас наблюдаю за тем, что реально так все и получается. Вот. Ну, я просто верю в это. И у меня там такая черта характера есть, что я не люблю медленных людей, я люблю все быстро. Я все делаю быстро. Кстати, кое-что я могу помедленнее. Потому что ты гороскоп. Про гороскопы я делаю, но для тебя остальное. Все, давайте по теме. Это тоже хорошая штука. Да, меня бесит, когда я хочу, я гонюсь за результатами. Если я приехала в дом, то мы снимаем контент, мы работаем. И, в принципе, я сейчас работаю с ребятами. Но до этого, когда я приезжала к другим ребятам, я сталкивалась с таким, что, ну, может, мы сегодня не будем снимать. Ну, не знаю, если я приезжаю, значит, я работаю, значит, я вкладываю что-то туда. И, в принципе, я бы могла и там сутками напролет работать. Я очень работоспособный человек. Очень ненавижу тупых людей. Я прям сразу в точку, но вот прям вообще никак. Я прям стараюсь исключить всех тупых людей. Я прям держу их на стороне. Типа, даже если общаюсь, то очень минимально и кратко. Я не знаю. Из этого интервью, знаешь, он участник. Я не знаю. Я не знаю, как объяснить. Может, мне поможет. Что такое тупой человек? Ну, я типа, да. Но он не может влиться в коллектив. Он, типа, говорит, что всегда не в попад. И всегда что-то не то и не о том. Это сейчас другой человек. Либо он какой-то замороченный просто говорит всегда о своем. То есть ты спрашиваешь его один вопрос, он подоначивает его под себя. Я тоже знаю таких людей. Да, или такой, типа, другой вопрос. Да нет, очень много критериев, на самом деле, тупости. Да, просто это сразу видно даже. Ненавижу, когда мне врут. Я вот прям сразу вижу, когда мне врут, и я просто до свидания. Сразу этот человек для меня не человек. Я знаю, это себе. Не, Полина реально красива. Без вранья. Я не люблю первое, что я не люблю в людях. Паша, кстати, у нас вообще не пьет, ни разу не пробовал и не курит. Да, я не пробовал ни курить, ни пить, ничего другого, да, кстати говоря. Это кому-то и нужно, интересно. А не люблю, в общем, не трудолюбие в людях. Трудолюбие тупых девушек я не люблю. И не самоироничность в людях. Вот когда они серьезные такие, вот такие, вот прям, не знаю, мне супер это не нравится, когда они что-то пошутишь, и они там... Обычно они с белыми волосами, короткими. А, я не то, чтобы не люблю, просто мне даже как-то неинтересно общаться с людьми, которых я сразу вижу, допустим, человек слишком открытый или что-то такого. Только увидели, сразу пообщались, ты что? Ты сказала, я ненавижу общаться с людьми, которых только вижу. Ну, просто есть такие люди, они очень слишком простые, что ли. Нет ничего в них интересного. Блядь, я женщина-загадка. Ну, мне не нравятся такие люди, я не вижу в человеке... Я сразу, как бы, он сразу передо мной открывается, и мне уже неинтересно с ним общаться, потому что, что я еще от него какую информацию я могу получить, как я могу его раскрыть, и не знаю. Обычно всем нравятся общительные, открытые люди, а Настя как-то это говорит. Это другое, я про другое говорю. Она говорит, вот только она встретилась с человеком, я неинтересно с ней разговариваю. Я даже не знаю, что мне еще бесит. Меня, наверное, бесит... Лимоны. Мне бесит, когда... Блин, как бы это сформулировать, я даже не знаю. Когда Настя сначала стучит и сразу заходит в комнату, да? Я даже, как бы, я постучала, вроде я должна услышать ответ, типа, давай, заходи. Она опять стучит от меня. Я считаю, вообще не стучит, а заходи в комнату, а просто выходит. Блин. У нас в свое личное пространство, или я, смотри? Ненавижу, когда человек делает что-то, как сказать, с нервозностью, со злобленностью, с какой-то вот... Сразу к нему такая вот неприязнь идет, и от него идет негатив, который негатив, ну, прям вот тебя как-то на другую волну перестраивает на более плохую. Вот не люблю негативных людей. Блин, я согласен с Полиной, я вот не люблю в людях нетерпеливость, но какую именно? Есть вот два типа людей, как я считаю. Это вот те, которые, когда устают, они становятся менее продуктивными, но это нормально, они просто устали, вот и все. Они по-прежнему работают, но вот менее вот так. А есть второй тип людей, они, когда устают, они становятся токсичными и негативными. Типа, вот от них прямо это и чувствуется. Они могут не говорить чего-то плохого, но это чувствуется. Вот второй тип людей мне вообще не нравится, я стараюсь так вот так, вот так, вот так, вот их вот туда отгородить, как бы не надо. Я ненавижу лезть. Я ненавижу... Туда лезть, на забор? То есть если... В тросы? То есть если я вижу, что человек, допустим, сегодня красиво одет, я ему это скажу, но я ненавижу, когда ко мне подходят и говорят, ты сегодня красивая, но я не вижу в этом искренности. И вообще я очень тяну... И каждое утро, чтобы понимали это, говорили. Я тоже говорю. То есть сегодня не надо себе это говорить? Нет, нет. Но я тебе правда говорю о том, что... Я чувствую, что вы говорите правду, поэтому всё нормально. Но просто есть такие люди, которым... Ой, привет, Настя такая красивая, давай там что-нибудь снимем, я не знаю, какое-нибудь видео. Не люблю я такого. В принципе, меня в какой-то мере этому мама немного учила, чтобы... Иногда всё-таки надо что-то сказать человеку такого лестного, но я просто ненавижу это чувство, когда ты говоришь человеку что-то неискреннее. Я не могу сказать человеку ничего искреннее. Если я не могу ему что-то ответить, то я лучше просто помолчу и всё. Я... Я... Да, давайте пополним сначала. Перед моей речью, это было только для этого. А я вот ненавижу врать. Костя не дала каш. Прям врать? Обожаю врать. Ну, давай ещё раз покажу. Кат. Что-то не плохо, кто-то должна изменить весьма. Костя не краш. Я вот ненавижу на самом деле врать. Я вот даже когда шучу, а шучу я очень много. И, ну, я... Каждая шутка есть, даже правда. Люблю... Нет, люблю переиначивать как-то слова, чтобы это не было ложью, но была шуткой. Но ненавижу врать. Прямо, ну, вот всей душой. И когда кто-то врёт, ну, прям вообще как-то так себе. Это же видно сразу. Наверное, я не люблю, когда через чур человек нарушает твоё личное пространство. То есть даже буквально вчера был случай. Мы сидим, едим, и рядом сидит человек. Вот. Мы ели, и рядом сидел человек, и он просто начинает диалог, говорит, привет, как вас зовут? Мы говорим, мы не хотим общаться. Он продолжает, но мы говорим, мы не хотим общаться. Мы уже отсаживаемся. Но всё равно там ходит, ходит, пристаёт. Кто это был? Да не знаю, человек какой-то. Это как человек познакомился. Как человек познакомился вообще. Вчера с нами. Вот. И когда вот прям вот так вот лезут, это я считаю ненормальным. И прям вот вот так вот тебя трясут, ты ничего сделать главное не можешь. Господи, я не могу это сказать. Да нет, наверное, меня ничего, меня много чего бесит, да, но это как-то связано всё с девушками, наверное. Ну, когда зубами там это. Зубами? Да. О, делайте. Надо вот так. Надо вот так вот. Да нет, в принципе, меня всё устраивает, наверное. Не знаю, мне бесит, когда вот в девушке нету женственности. Когда она специально её убирает вот какими-то путями, либо она там качается, у неё там становятся огромные плечи, вот. Либо... Под мужика окост. Да, либо она состригает волосы слишком совсем коротко. Ну, вот что-то такое. Не знаю, я в принципе в жизни вообще всем доволен. Мы очень любим, конечно, первым делом Костичку. А я тебя. И вторым делом, конечно, же тебя. Настя, я тебя тоже. Третьим делом мы любим Гранд Хаус, потому что наша семья, как минимум вторая. Я обожаю Диму и Дениса. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Да, Дима и Денис это... Наши родители, да. Можно сказать, да. Про родителей. Батьки нашего дома. Батьки. Батьки, да. Будем называть их батьки. Это круто, он звучит. Папули. Папули. Папули это не для нас, когда мы в доме. А для вас батьки. Через 20 лет, что мы будем делать. Я представляла, знаете, я в принципе очень мечтательный человек. Я придумываю ситуацию наперед. Как-то обычно это не сбывается. Но все равно я, когда, допустим, листала фотографии собачек, и я выбирала, какую породу я хотела. И когда я увидела лабрадора или золотистого ретривера, почему-то у меня как-то остановился на нем взгляд. И я подумала, что это такая собака, рядом с которой я вижу своих детей, допустим. Блин, это было бы очень прикольно иметь Дом у моря, лабрадора. Жить не только для себя, а еще для других людей. То есть получается, что сейчас мы все молодые, мы живем для себя, потихонечку начинаем забывать про своих родителей. Как это грустно бы не звучало. Но я все-таки, да, я мечтаю пожить для кого-то. Для меня. Не так вот, чтобы прям вот отдаваться, так скажем. Ну да. То есть сейчас я хочу сначала для себя пожить, а потом для кого-то. Говори сразу не для кого-то, а для Паши. Так говорится, будущее оно неизвестно. Прошлое оно прошло, а будущее сокрыто. Поэтому я через 20 лет себя никем не вижу и даже... А кто знает, что у тебя случится и смысл тратить все время на... Нет, можно, конечно, помечтать, но вот прям загадывать. Вот я вижу тебя тем-то, тем-то. Раньше я хотела грумером быть. Грумером. Что это? Никто собак срежет. Ну привет, я тут не с ней стрибут собак. Я там с плантологом хотела быть. Вот, и поэтому можно помечтать, конечно же, но я прям не вижу себя там кем-то. Я себя вижу просто счастливым. Я опять же, я тоже не люблю что-то загадывать и так далее. Ну, может быть, мечты, да, вот как Полин сказала, это классно, это нужно. Вот, но я вижу себя просто счастливым человеком, который занимается вот тем, что мне нравится. Если меня от фокусов потянет что-то другое, не буду этому противиться. Ну типа я не вижу смысла, я еще слишком молоденький и молочненький и так далее. Сладенький, вкусненький. Да, 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 поэтому не знаю, кем я там буду, иллюзионистом, не иллюзионистом, лишь бы мне нравилось вот то, чем я буду заниматься. Ну, через 20 лет. Паша дело говорит, на самом деле. Главное, чтобы вам нравилось, и вы от этого получали удовольствие. Но на самом деле, картинка будущего реально есть. Вот она. Что? Нашел в интернете, допустим. О, прикольно. Паша? Нет, там. Вот. А так, нет, но Паша реально дело сказал, что каждый должен жить в свое удовольствие. И особенно, если это приносит какую-то прибыль. Вот. Чтобы это никому не вставало в какие-то рамки плохие. Да, просто не вставало. Да, что бы не вставало не надо. Тебе 20 лет вряд ли уже? Вот. Даже не знаю. Я не хочу что-то, ну, типа, говорить, чтобы это сглазить. Просто я вот обычно, когда что-то говорю, у меня потом этого не происходит. Я вот... Типа ты про секс сказал недавно, и все, это же не было. Потому что ты отказал, Паша. Зачем? То есть... Почему именно вчера? Сегодня же на мае субе. Ха-ха-ха. Да, типа. Ну, я не скажу, потому что у меня некая кость, я максимально скрытый, когда я... Ну, в плане планов. Когда они вот сбылись, я реализовал свои цели, я уже поделюсь ими. Да, это такая штука, на самом деле. А я на Новый год, каждый год, я загадываю желание, сжигая бумажку. Вот. А потом попиваю ее, если надо. В общем, помню, зачем вы это говорите. Просто я верю в это, у меня много желаний уже сбылось. И вот в этом году я попробовала вот ниточку завязать, у меня тут желание, и никто не знает, что это за желание. Вот. Но оно должно исполниться до конца 2020 года. И, кстати, я привязала его два, что ли, месяца назад, эту ниточку. У меня должны были быть гастроли, их должно было быть очень много. Ну, коронавирус. В Азии, очень много Кореи, Япония, вот это вот все. Я уже была в Иордании, была в... Ты была в Иордании? Стой. В Иеруте, в Ливане. В Иеруте? Была в Иеруте или Риване, да? Обалданная. Я не хочу раскрывать свои планы, но, в принципе, да, могу рассказать, чем я уже занималась и что я жду, в принципе. На самом деле, могу привести пример вот этому нарушению слов, которые ты когда-то кому-то говоришь. Вот я до карантина еще первого, сейчас второй, до первого, я, ну, типа, прям хорошо подготовился к тому, чтобы сделать себе трип, ну, путешествие во всей Европе. И, ну, я уже начал покупать билеты, уже все подготовил, точнее, прям все, прям проплатил почти везде, все сделал, все документы. Начал покупать билеты и карантин. Как это сегодня? Вот, но до этого я рассказал, ну, я всем говорил, то, что я вот полечу в Европу, может, пойдете со мной? И после этого всего, вот, как я многим людям рассказал про это, начался карантин, и никто никуда не прийти. Все реально срывается так, и все получается без него. Я тоже всем рассказала, что я поеду на гастроли, и тут же карантин просто. И таких ситуаций реально очень много. Не лучший пример, или это, если от вас зависело, можно что-нибудь другое рассказать, типа. Самое главное в жизни – это доверие. Не врите, доверяйте, любите. Не крадите. Не убивайтесь. Не убивайтесь. Супер. Всю Библию прочитаем, давайте. Прочитайте обязательно Библию. Библия – это круто. Да. Путин – лучший. Зачем вы ее сражали? Вы мне испортили мою постановку. Ну и темно. Не, ладно, главное – доверие и взаимовыручка в России. Без этого никак, без этого мы не пропадем. Доверяйте и… Проверяйте. И помогайте. Доверяйте, проверяйте и помогайте. А я вот считаю то, что в жизни самое главное, прям самое главное. Вот сейчас услышьте мои слова – это трудоспособность. Устойчивость, упорность. Типа фрукты. Уперство. Упертость, да, упорство. И трудолюбие обязательно, сто процентов. Без него, ну, реально никуда. Типа ты будешь делать что-то, что тебе, ну, типа, будет не доставлять какое-то удовольствие. Вот такое себе. Я считаю, что главное в жизни… Есть, конечно, у каждого из нас разные цели, и чтобы их достичь, нам нужна поддержка. И все равно, если ты не получаешь ее от близких, то все равно у тебя должны быть люди вокруг тебя, которые будут тебя поддерживать. И я считаю, что, да, поддержка, она всегда важна. Трудолюбие, искренность. Да, я считаю, что в жизни самое важное – это то, чтобы, вот, опять же, заниматься тем, что тебе нравится. Вряд ли вы будете счастливы, если вы будете заниматься тем, что вам не нравится. От таких много примеров, вот. Вот только это самое важное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok